Всем приветик, мои хорошие девочки! Сегодня я хочу снять для вас видео, вопросы и ответы. Вы задавали мне вопросы в комментариях. Ну и также я хочу кое-какие комментарии прокомментировать по-своему. Ну и давайте же начнём. Первый вопрос. Почему перестала заниматься в спортзале? Кто-то спрашивает, занимаетесь ли вы или нет, почему не показываете. Девочки, я временно приостановила, так скажем, занятия в спортзале. Я вам скажу почему. Я проходила три занятия до конца февраля. Ну и потом, во-первых, я сделала вторую прививку. И в спортзале там занимаются все без масок. Есть, конечно, контакты с тренером и люди все без масок. Но так как после второй прививки уже нужно ещё выждать там три недели, после первой, в общем, 42 дня должно пройти, для того, чтобы уже выработался какой-то иммунитет и так далее. Выработались антитела. Поэтому я решила не рисковать. И, в общем-то, это одна причина. Вторая причина. Наташа работала без сменщицы полторы недели, где-то дней 10 примерно. И мне приходилось каждый день Настю собирать детского садика, отводить на тренировку. Через день в субботу у неё тоже тренировка. И у неё время тренировки совпадает с моими тренировками. Это тоже причина, по которой тоже я не стала, чтобы бегать туда-сюда. Её отвела, прибежала, потренировалась. Побежала, её забрала. У меня столько сил нету, много столько бегать. И ещё третья причина. Я попробовала всё-таки эти упражнения, которые мне давали. И не все упражнения мне нравятся, не все упражнения мне подходят. Так как там, во-первых, первые полчаса буквально занятия идут на верхнюю часть, скажем, шейного тела. Руки качаем и всё такое прочее. А мне больше хотелось бы качать пресс. И там на спину всё-таки делать упражнения. Верхняя часть уже успевает устать вообще. И параллельно я смотрела, как там занималась другая группа в другом конце зала. Они занимались и с мячами, и с гантелями, под музычку. И там разные упражнения на разную группу мышц. Я посмотрела, и мне захотелось попробовать в той группе позаниматься. Но так как эта группа также занимается по этому же времени, поэтому я решила всё-таки подождать до конца марта, когда у меня уже иммунитет выработается. Уже устаканится мой график, как говорится, с детьми. И всё такое. И я всё равно держу в голове, что я хочу идти заниматься, и заниматься я буду. Так что не переживайте. В любом случае на какие-то занятия я ходить буду. Ну, может быть, не на эти, на другие, но всё равно пойду. Ещё один был вопрос такой, сколько вам лет? Девочки, я вам хочу сказать, 25 марта мне будет 57 лет. Я свой возраст не скрываю. Я считаю, что я нормально выгляжу на свой возраст. Вот сейчас для вас, видите, так как это видео стационарное, я взяла, немножко подкрасилась, и, по-моему, прекрасно выгляжу. Но тогда, когда я не накрашенная, и когда я снимаю влоги, я снимаю влог в течение дня, и не одного дня, и с утра до вечера, я не могу с утра до вечера ходить на крашеную. Я сейчас села, я отснимусь, пойду умоюсь, и всё. Да вот такое видео, которое снимается сразу, стационарно, это вот на месте я никуда не хожу, от начала до конца сняла. Тогда я могу подкраситься, да. Вот так. И вот ещё один вопрос. Оденьтесь по возрасту, а то вы как ребёнок. Ваше пальто вам не идёт, шапка не идёт, выглядите там, я не знаю, как цирк какой-то, я не знаю. Почему я не покупаю новое пальто, куртку, шапку? Почему? Я уже где-то говорила вам, ещё раз повторю, девочки, так как сначала были какие-то там проблемы, не было времени съездить купить, вот ещё зимой. Потом уже я посмотрела, что зима подходит к концу, новых завозов в магазин не делают, у них распродажа, и я не хочу уже из этих остатков что-то себе выбирать. Поэтому я решила, что уже до конца зимы я доношу. Зима у нас коротенькая, быстро заканчивается. В общем-то сейчас уже такая погода, у нас вот вчера плюс 11, сегодня плюс 10, хоть и дождик, но тепло. Всё равно уже скоро переодеваться, уже нужно будет в более лёгкую одежду. Демисезонную куртку тоже я не ношу долго. Обычно вот она у меня там недельку, может быть, там несколько раз одела, и всё, и уже мы одеваем более лёгкие курточки. Но более лёгкие курточки, кардиганы у меня есть по моему размеру, и разных цветов разные есть. Ну и шапка, соответственно, покупается, в общем, чтобы она по цвету гармонировала с пальто, с одеждой, в общем, с той, которая у меня будет. В общем, не стала на распродажу ехать, покупать какие-то остатки, решила подождать до следующего сезона. И потом я всё равно таю надежду, что я всё-таки, может быть, сброшу вес, может быть, за лето я буду стараться, мне очень хочется немножко сбросить вес и уменьшить свой размер. Ну, 54-й это уже просто кошмар. Вот. 52-й, 50-й, 52, в общем, нормально. Ну, 50-й размер, конечно, было бы шикарно. Вот. Ну, а на 50-й размер у меня моё пальто, которое я носила раньше, мне очень нравится, хорошее я покупала пальто, и, может быть, даже в него я и влезу. Ну, а нет, так, значит, куплю что-то новое себе. Так что не надо меня критиковать. Вот вы бледно выглядите в этом пальто, оно вас бледнит, оно вас портит. Ужасно выгляжу. Ну, зачем такие комментарии писать, девочки? Бледнит. Вот я сейчас накрашенное одену это пальто, и буду прекрасно в нём выглядеть, понимаете? Бледнит, потому что я бледная, а не накрашенная. Вот и всё. Зачем критиковать внешность? Я вообще не могу понять. Людей, которые критикуют внешность кого-то, чего-то, я не могу понять, зачем. Я, например, свою внешность делаю такой, чтобы она меня устраивала в первую очередь, да? И я не думаю о том, что кому-то это может нравиться, не нравиться. Но вы смотрите, чтобы вам нравилась ваша внешность. Это самое главное, да? А на другую внешность не надо. Не надо вот это критиковать, портить мне настроение. Потому что я вот, например, когда видео снимаю, я стараюсь подарить вам хорошее настроение. Я солнышко поймала и поделилась с вами настроением. Вы посмотрели видео, вам стало приятно, и вы день проводите в хорошем, приподнятом настроении. Но если какие-то комментарии портят мне настроение, значит, тогда либо я не в настроении снимаю, либо я не снимаю вообще. Происходит какой-то перерыв. Вы пишете, а где ваши влоги, почему так долго не было видео. Не было настроения, вот и не снимала. Так что давайте делиться хорошим настроением, девочки. Следующий вопрос. Когда вы собираетесь делать ремонт? Я, девочки, уже говорила, как-то ремонт я собираюсь сделать летом, еще не лето. Потому что у меня на самом деле, вот ковролин, вы видели, я видео недавно снимала, где я показывала уборку, показывала комнату. Ковролин, я сделала большую ошибку, что я его подстелила под мебель. То есть тогда, когда я делала ремонт в комнате, вот последний раз, это было давно, я подстелила ковролин, а потом уже купила мебель, вот эту стенку, которая у меня идет на всю стену. Она идет настолько впритык, там уже вот еле у меня втыкали вот эти шкафы, которые для книг. И эта стенка, она уже не сдвигаемая с места. Ее, если уже только разбирать, уже на вынос какую-то другую ставить. Но она в нормальном состоянии, я ее менять не собираюсь. Она стоит на ковролине. Ну и также диваны стоят на ковролине. И, кстати говоря, я собираюсь тут поклеить обои, обои старые, поэтому я тут задекорировала стену, на фоне которой мне приходится сниматься. И диваны мне нужно будет отодвигать на середину комнаты, а там вот ковролин не прибит к полу, его, может быть, можно будет как-то отогнуть, и потом там уже обои клеем намазывать, где-то нужно будет намазывать. Ну, естественно, журнальный столик, какую-то мелочь, стулья там, тумбочку маленькую, это нужно будет мне уже выставлять в коридор, в общий, не в мой, а в общий коридор. В общем, мне нужно будет задействовать общий коридор, чтобы дверь была открыта, мне нужно будет, чтобы здесь всё проветривалось, запахи эти, мне нужно будет окно, чтобы было открыто. Вот. И также окно я хочу там покрасить, немножко замазать. Ну, в общем, как говорится, за мебелью, за той, я клеить обои не буду, то есть там, где видимые места, там я поклею. За шкафами, за этими клеить я не буду. Ну, а на кухне я делала уже ремонт позже, там у меня линолеум на ДСП и моющие, моющие обои на стенах, но я их клеила гораздо позже, поэтому они там ещё свеженькие, там всё нормально. Так что, я, конечно, с ужасом думаю об этом ремонте. Раньше я делала это легко, я была бодренькой, прыгала на стул туда-сюда, и, в общем, целый день могла трудиться, ни спина, ничего не беспокоила, всё было хорошо. Сейчас, конечно, я стала, мне труднее это всё делать, но, но будет видно, в общем, посмотрим. Я думаю, что потихонечку, потихонечку справимся общими усилиями. следующий вопрос, почему я с Настей больше, чем с Дэнни провожу времени, а почему я не сижу сразу с двумя внуками, почему Дэнни приходит ко мне сюда, а вот я вам скажу, почему. Во-первых, двое детей, тем более разного возраста, с ними трудно очень. Настя, вот она уже в таком возрасте, где уже с ней полегче, с ней можно поговорить, как-то договориться, ну, она понимает, она слушается, да, Дэня, он поменьше, он немножко любит побаловаться, немножко, ну, у него по-другому воспитание происходит, ему много разрешается, и когда Настя была еще поменьше, я приходила туда, мне было удобнее прийти туда, где ребенок находится в своей комнате, где свои игрушки, и ребенок просто находится в своей стихии, просто занимается своими игрушками, а я сижу, приглядываю за ребенком, и вот отпускала иногда там Виталика с Наташей в кино сходить иногда, вот, а так как Настя уже стала постарше, вот я сейчас покупаю в Экспрессе какие-нибудь занятия, она сидит и занимается то одним, то другим, то третьим, то в куклы поиграет, но потом девочка, она все равно спокойнее, да, она же немножко может там чуть-чуть попрыгать, покувыркаться, на тренировки ходит, она там энергию сбрасывает, вот, и поэтому сейчас Настя приходит ко мне, мне удобнее находиться в своей стихии, а ребенок тоже здесь есть у нее угол, где она может играться, есть игрушки, которыми может она заниматься. Дэню, почему я сюда не беру пока что, я думаю, что чуть-чуть он подрастет, и может быть, будет и у меня, будем пробовать. Ну, для Дэни у меня игр тут нету, вот эти игры, которыми занимается Настя, они для Дэни еще пока по возрасту не подходят, ему неинтересно будет с этим заниматься. Также для Дэни я не покупаю, почему, тоже вопрос такой, почему покупаете для Настя там какие-то подарки, там одежду в Васильке, в Фикс Прайсе, какие-то игры. Ну, потому что, во-первых, дочка моя сама делает заказы в Васильке, она покупает разные вещи, и вещей у Дэни полно. То, что касается Фикс Прайса, она также регулярно ходит в Фикс Прайс, и у него очень много тоже игрушек из Фикс Прайса. То есть, вот этими магазинами я ни дочку, ни Дэни не удивлю. Вот, поэтому я не покупаю туда, покупаю туда, где оно нужнее. Ну, и на данный момент Дэня, опять-таки, повторюсь, он находится в таком возрасте, где он находится сейчас в своей квартире, там, где у него своя комната, свои игрушки, и он находится в своей стихии, то есть, он там занимается обычными, привычными своими делами, я просто прихожу туда, нахожусь с ним, и просто приглядываюсь за ребенком, там, покормить его вовремя и так далее, чтобы он куда-то не залез, что-то там не наделал, пока мамы нету. Кстати, вы заметили, что я давно уже туда не ездила, но опять-таки причина, потому что Наташа работала без выходных, и я нужна была здесь больше, поэтому находилась больше с Настей. А так как Дэня уже в садик пошел, дочке стало уже легче, поэтому они какое-то время были сейчас без меня. Ну, вот, ближайшие выходные уже я планирую поехать к ним, так как уже Наташа будет выходная в субботу, в воскресенье сын выходной, поэтому, как говорится, с внучкой выходные уже найти, я не планирую быть, а быть с внуком. Так что я где нужнее, туда еду, но что делать, девочки? Еще один такой вопрос, а где Наташины родители? Ну, во-первых, я хочу сказать, что родители живут в области, они не в Ростове живут, поэтому Сваха приезжала, и она очень часто приезжала, с Настей находилась, но там есть кое-какие вот семейные обстоятельства, она выехать пока не может оттуда, поэтому вот сейчас была только я, обычно мы со Свахой как-то чередуемся, то она с Настей, то я с Настей, и в общем, никому не было в напряг. Ну, у всех разные ситуации, да, сейчас такая вот сложилась ситуация, что, ну, я только могу, я на пенсии, я не работаю, и значит, значит, я с Настей. Еще один был такой вопрос, как вы готовите зеленый борщ? Не смогла одна моя подписчица найти зеленый борщ, и я вспомнила и хотела вам сказать, девочки, у меня есть плейлист, который назывался раньше «Раздельное питание», но так как у меня в тот плейлист попадают все мои готовки, и там не только диетические блюда и раздельное питание, там и есть и не диетические блюда, поэтому я этот плейлист переименовала, и теперь он у меня называется «Готовим вместе». Так что заходите туда и зеленый борщ, и много чего интересного там есть. Еще один такой вопрос тоже встречается. Почему вы не хотите поменять жилье? Тогда, когда о машине я говорила, да, что я зарабатывала деньги, сама я заработала на машину, откладывала, купила. Сначала подешевле машину, потом подороже. Хотя сейчас я бы купила бы сразу лучше подороже, лучше бы попозже купила ее, но насобирала подороже, потому что очень много денег у меня уходило на ремонт Калины, Лада Калины, и эти деньги уходили вместо того, чтобы накапливаться, чтобы купить новую машину. А вот про жилье, почему вы не купили жилье, почему вы не откладывали на жилье, откладывали на машину, машина не столь важна. Ну и вам объяснила тогда, что у сына права были, мне хотелось, чтобы машина была, и в общем-то я взяла и купила ее. Но дело в том, что одно дело, насобирать денег на машину, на Калину у меня там двести, двести двадцать, по-моему, я заплатила тогда за Калину, или двести, двести, по-моему, заплатила за Калину. И спустя полтора года я купила уже Тойоту за триста пятьдесят тысяч. Дело в том, что это совсем не те деньги, они с жильем совсем не соответствуют по деньгам. Почему я не стала ипотеку брать, взять какой-то кредит, девочки, так как у меня работа была такая, знаете, вот не постоянная, а это у меня были такие проекты. Вот открылся проект на определенную зарплату и работаем мы с этим проектом. Я работала на проект, на компанию Бош, продавала бытовую технику. Я знаю, что эти проекты имеют свойство внезапно заканчиваться, прям вот внезапно, потому что до Боша я работала на проекте Электролюкс, тоже вот зарабатывала, правда поменьше, зарабатывала, зарабатывала, я помню, я взяла тогда в рассрочку, я взяла стиральную машину и холодильник, по-моему, что-то я тогда взяла. Один месяц только выплатила, потом внезапно проект закрылся, вот буквально за две недели сообщили, что проект закрывается, а на мне два кредита. И вот было мне очень тяжело и очень мучительно найти работу, заработать пока первую зарплату получить, я там занимала, перезанимала, чтобы с этим кредитом разрулиться как-то. В общем, это было для меня вот такое ермо, что это просто вот уже осталось в памяти не брать кредиты, если я не знаю вперед, когда и из чего я буду платить. Никаких, вот постоянно звонки идут из банка и постоянно предлагают, возьмите там карту, возьмите кредит, кредитную карту какую-то, в общем, предлагают разные вот эти все предложения, от всего я отстреливаюсь, потому что я привыкла жить по средствам. Все, я уже знаю, на что я могу рассчитывать и все. И если я после этого брала рассрочку, я тогда имела всегда в запасе вот эту сумму, которую мне нужно заплатить, или даже платила за месяц вперед. То есть у меня какой-то запас хотя бы месяц был как минимум. Вот, ну, вот такой у меня опыт уже имеется, и сейчас уже никаких долгов я иметь не хочу. И поэтому я не стала уже залазить в ипотеку, потому что я знала, что проект сегодня есть, завтра его нет, он может закрыться, закончиться, что будет дальше, неизвестно. Поэтому, как говорится, живем здесь и сейчас. Вот насобирала на машину, я ее купила. Если бы не насобирала, значит, собирала бы, пока вот сумма эта нужная у меня не будет. Но, чтобы вот какие-то большие суммы иметь в долгу, этого я делать больше не буду никогда. Ну, и вернемся опять-таки к вопросу, почему я не хочу поменять жилье. Хочу вам сказать, девочки, жилье мне было нужно, квартира там, ну, жил площадь побольше. Это было мне нужно, когда у меня были маленькие дети, они здесь со мной жили, муж. Нам было тесно, конечно, тогда я мечтала о квартире, но я стояла на очереди, на заводе стояла, ждала квартиру по очереди. Ну, а эта перестройка нам все перевернула. Я своей очереди не дождалась, завод закрылся, и, в общем, все, кто жил у нас, это бывшее общежитие, да. Но здесь гостиного типа. Хорошо здесь, что у нас нет общего санузла, нет общей кухни с соседями. То есть, это можно сказать, как гостинка, такая вот компактная, в общем-то, жил площадь. У меня общая площадь 18 квадратов. Также вопрос был еще, вот у вас нету ванны, как вы без душевой кабины живете, без ванны, девочки. Я в ванне плескалась, послед, ну, как бы сказать, любила плескаться в ванне, когда еще в школу ходила, когда я жила с родителями, там ванна, и в общем-то, я любила ванну набрать, там поплескаться, мы с сестренкой, еще маленькие детишки были, там любили еще поиграться, посидеть. Вот, после этого, сколько я жила, и вообще жить там в одном, в другом, здесь, здесь вообще общий душ, раньше был, спускались на первый этаж, и там был большой общий душ. Я привыкла в душевых купаться, я не привыкла сидеть в ванне. У меня возможность такая, вот когда появляется, допустим, там, да, к дочке, если я прихожу, бывало, что у нее там вот жила с кошкой целую неделю, девочки, я не могу, если я даже вот надумаю набрать в ванну, сесть в нее, я посижу, ну, от силы пять минут, мне хочется оттуда уже вылазить. Я не привыкла сидеть в ванной, рассиживаться, я все время куда-то спешу, куда-то лечу, и мне кажется, я зря трачу время. Ну, в общем, это я не привыкла, и оно мне не нужно. Под душу залезла, быстренько искупалась, и все прекрасно, все отлично. А еще есть один такой момент. У меня был один знакомый, у которого были старые родители, и отец, у него был артрит, и он не мог самостоятельно залазить в ванну. А бабушка, ну, его жена, она была уже тоже старенькая, ей было тяжело его поднимать, чтобы в ванную его, ну, помочь ему залезть, это надо ногу задрать, в ванну залезть, потом из ванны вытащить. И они сына постоянно просили, чтобы он приходил, помогал деда, в общем-то, в ванну засунуть, и из ванны вытащить. Вы понимаете, какая проблема? И вот я думала, у меня возможность есть в ванну поставить. Многие соседи, вот мои соседи, многие, шкаф, вот здесь вот у меня, где диван, за навиской закрыт шкаф. Там у меня сейчас колеса лежат, ну, там пылесосы, всякий хлам, там надо будет еще прибираться. Вот. Кстати, там тоже буду делать ремонт, дочка, когда резину, вот эту колесу эти заберет уже, вот весенние, будет менять резину, она уже на хранение сдаст, и у меня уже не будет здесь колес. Ну, пока они у меня лежат. Я там порядок наведу, и тоже в этом шкафу сделаю порядок. Есть возможность здесь закрыть, камнем закрыть стену, а там ее открыть и поставить в ванну. Многие так уже сделали. Но на самом деле я вам хочу сказать, что мне тоже неудобно в ванну залазить, вот это залазить, влазить, в ванне сидеть, я тоже вот это не люблю. А потом думаю, а мало ли тоже вот что может сделать. Ну, опорно-двигательная система, она тоже как бы может нарушиться там, да, и будет трудно в ванну. Ну, а так вот зашел, под душем, душ повесила, занавеску закрыла, поплескала, все отлично. И не нужна мне никакая ванна. Я ее не ставлю, потому что я ее не хочу ставить. Вот и все. Но не хочу жилье менять, девочки, еще и потому, что я здесь живу уже давно. Но я сюда поселилась, еще у меня детей в помине не было. С 84-го года я здесь живу, еще девчушкой, 20 лет мне было, я сюда поселилась. И многие, кто не успел квартиру получить, из моих, ну, скажем, подруг, знакомых, с кем я общаюсь, кого я знаю всю жизнь. Многие здесь еще живут. Это люди, с которых я знаю давно, с которыми я общаюсь, все здоровкаемся, и я могу выйти во двор, и у меня есть с кем пообщаться, если что. А новое жилье, я жила на квартире в Москве, и я знаю, что это очень трудно, когда не знаешь соседей. Сейчас современное время такое, что люди друг с другом не знакомятся, как раньше, не общаются, как раньше. Ну, обычно новых знакомых в возрасте люди обычно не заводят. Ну, может быть, где-то кто-то с кем-то во дворе может немножко пообщаться, но обычно люди свою жизнь как бы держат на замке, сильно там не распространяются. Ну, там о том, о сём, о погоде, как бы, ну, это не то. И поэтому, вот здесь меня окружают люди знакомые, мне от этого комфортно. Эта площадь жильё меня устраивает, я здесь живу. Я думала, я думала, и мы с дочкой вместе думали, а не переехать ли мне где-нибудь однокомнатную квартиру купить, эту продать, туда-сюда добавить. думала, думала, и всё-таки я решила, что никуда я отсюда не хочу дёргаться, мне здесь нравится, меня устраивают соседи, меня устраивают, уже я привыкла к этому месту, приросла, можно сказать, корнями к этому месту. Меня вполне устраивает моя площадь, мне не нужно больше, мне не нужно больше кухню, мне не нужно больше комнаты, всё, что нужно, у меня есть, уютненько, всё хорошо, всё прекрасно. Гости ко мне не ходят, дети и то редко, в общем-то, заходят, но они заходят ненадолго, я, честно говоря, гостей не люблю, вот как-то, это для меня, знаете, вот мой уголок, это моё личное пространство, и вот я не люблю, когда вот у меня гости находятся, поэтому я сама такая, если что, могу в гости сходить, и то я тоже в гости не очень-то люблю ходить, люблю уединённый образ жизни, общаюсь постольку, поскольку у меня есть желание с кем-то, вот я с вами общаюсь, включила камеру, общаюсь, выключила камеру, и всё, я сама с собой, сама с собой, ну, мне так комфортно, такой вот я человек, что поделаешь. Ещё один вопросик, как называются средства из Фаберли, которыми делала я уборку, и сколько стоит? Девочки, ну, сколько стоит, я не скажу, я даже когда делаю обзорчик Фаберли, я цену не говорю, потому что цена, она разная, во-первых, каждый каталог, который меняется раз в три недели, там постоянно где-то какие-то скидки, где-то скидка убирается, где-то она делается, скидка, скидка бывает тоже разная, потом у каждого консультанта, ну, я как консультант считаюсь, есть собственная скидка, поэтому мне, когда приходит чек, я ещё делаю, когда заказ, мне уже моя собственная цена выходит, помимо скидки, она ещё ниже, поэтому я не могу вам сказать точно цену, ну, а средства, это из Фаберли, какое конкретно средство, я не поняла, имеется в виду, мне не уточнили, но у меня было средство одно для мытья полов и стен, есть такое средство, для мытья духовок и плит, это вот чем я делала, мыла плитку, духовку и вытяжку, сетку, и третье средство, это спрей для ванн, для ванн и душевых кабин, вот такие вот названия, ну, а цену вы можете зайти просто в Фаберли, на сайт Фаберли и посмотреть, какая цена на данный момент на эти средства, эти средства находятся в разделе товары для дома, одна подписчица мне написала, бросьте всё, хватит заниматься внуками, мне вас очень жаль, приезжайте в Алтай, у нас хорошо, у нас классно, да я знаю, что там классно, я там не была, конечно, вообще я очень далеко от Ростова, не уезжала никогда, ну, в молодости я ещё, конечно, там где-то бывала, это ещё было при СССР, вот, ну, а уже в перестроечный период, в общем, ну, в Москве я была, жила, да, ну, на Чёрное море ездила, ну, у нас как бы недалеко, ну, а вот туда уже, в ту сторону России я уже не двигалась, не выдвигалась, конечно, я так далеко и не собираюсь, и не поеду, а при том, что, ребята, ну, пандемия ещё, куда ехать, тут даже вот куда-то выезжать, в Ростовскую область, да, в спортзал я из-за пандемии, даже не могу сейчас ходить ещё, пока, пока прививка у меня не приживётся, вот, так что нет, при том, что летом ещё ремонт у меня, вот на это нужно время силы, ну, и потом я уже, знаете, не такая авантюристка, какой я была в молодости, вот такие вот, знаете, ехать в неизвестность, к неизвестным людям, куда-то далеко, нет, я уже на такие подвиги уже не способна, даже, вот, меня сваха сколько приглашает, я один раз у них была ещё, вот в начале, когда перед свадьбой, была у них в гостях, как хорошо всё-таки это в станице, свежий воздух, тишина, всё прекрасно, всё отлично, но не привыкла я вот у чужих людей всё равно находиться, как-то это меня немножко, знаете, я стесняюсь, стесняюсь находиться у чужих людей, но всё не моё, всё не по-моему, знаете, вот для меня вот, вот мой дом, моя крепость, говорится, я здесь кайфую, поэтому я, если куда-то я хожу в гости, девочки, я могу в гости прийти буквально на 2 часа, но у меня должно быть, это недалеко, у меня должна быть возможность просто через 2 часа уйти, приехать домой, поэтому это должно быть где-то в пределах, в черте города и всё, долго не могу в гостях находиться, ну вот так. Ещё один вот такой, была такая просьба, снимите рум-тур, девочки, сниму рум-тур после ремонта, тоже моя подписчица не смогла найти видео, где я снимала рум-тур, ну, во-первых, я комнату снимаю, когда делаю уборку, естественно, тут я снимаю, ну, недавно я же как раз-таки уборку делала, и в кухне, и здесь в комнате, поэтому, потом уже после уборки показала, всё как чисто и красиво, можно сказать, это рум-тур и есть, а вообще плейлист рум-тур называется, и там буквально несколько видео, вот это вот, по-моему, четвёртое видео, которое туда я кинула, и во влоге, и в плейлист рум-тура, так что сниму, когда будет что-то новенькое, сейчас новенького у меня, ничего здесь нету, одно и то же снимать не хочу я. Ещё один вопрос, с кем работает Наташа, где её родители, девочки, ну, ещё другие вопросы по поводу, личной жизни моих близких людей, я не хочу, вот мой канал, я снимаю о себе, а снимаю себе опять-таки, то, что я считаю нужным, рассказать я рассказываю, ну, не всё, я же не могу всю свою жизнь, вообще вот так взять наизнанку, всем людям выложить, этого вообще никто не делает, поэтому, ну, кем работает Наташа, я хочу сказать, она училась на медика, она работает в медицине, это всё, что я могу сказать, где её родители, родители живут в области, они живут не в Ростове, также, кем работает сын, интересует мужчина моей дочки, зачем вам нужны эти все подробности, вот, дочка, вы же все, в основном все, кто тем более задаёт эти вопросы, вы же смотрите канал Селена, да, дочки моей, вот, то, что она считает нужным рассказывать, о себе, о своём окружении, то она рассказывает, если она что-то не хочет рассказывать, она не рассказывает, почему я должна это делать, я этого делать не буду, ну, естественно, не буду я рассказывать, кем работает мой сын, кем работают у меня родители, невестки, в общем, где, кто, кем, с кем, и так далее, девочки, не буду я это делать, вот, иногда, где-то идёшь, просто с камеры, для того, чтобы что-то там снять, вот, в кадр попадает, бывает просто человек, который подходит, и просит удалить, не снимать, совершенно прохожий, незнакомый человек, понимаете, а тут, вы просите, чтобы я уже какие-то подробности рассказывала своих близких, не буду этого делать, я не думаю, что им это понравится, то есть, я их иногда показываю, снимаю, если они не против, ну, а что-то уже о них рассказывать, не будем, о третьих лицах не рассказывать, ничего не буду рассказывать, так, ну, и, наверное, последний вопрос, который у меня остался, зачем говорить о Димаше, лично мне его творчество не нравится, одна у меня пишет, другой человек пишет, любите его потихонечку, зачем всем о нём рассказывать, третий человек пишет, песенки на любителя, полушёпотом, про любовь, как у Стаса Михайлова, девочки, хочу сказать так, кто-то ещё пишет, послушайте Диану Анкудиновую, я слушала Диану Анкудиновую, естественно, я обратила на неё внимание, ещё когда она выступала, передача «Ты супер», и вот эта финальная песня, она мне так запала тогда, я её даже записала, у меня был такой, знаете, вот, плеер, и этот плеер у меня в машине, вот я туда закачивала песни, которые мне нравятся, и вот эта финальная песня Дианы, она у меня там была, она у меня крутилась, я её постоянно слушала, я была тоже поражена, что девочка такая молоденькая, и у неё такой необыкновенный голос вообще, вот, но, а Димаш меня поразил своим голосом просто на отпад, потому что у него, ну, когда пишут, что он поёт, как Стас Михайлов, это уже говорит о том, что это люди его не слушали, если кто-то пишет, что он поёт полушёпотом, девочки, значит, вы просто слушали начало песни, но не слушали конец, если хотите услышать его диапазон, и его возможности, он поёт разными голосами, он поёт в таком диапазоне, самая высокая нота, которую он берёт, её нету на клавиатуре фортепиано, понимаете, если я поражена, если я влюбилась в этот голос, а почему я должна об этом молчать, я не могу понять, не говорите о нём, потому что он мне не нравится, а я говорю, извините о том, что нравится мне, а не каждому из меня окружающих людей, понимаете, вот если мне что-то понравилось, меня что-то поразило, я была удивлена, поэтому я этим с вами делюсь, если мне что-то очень-очень сильно понравилось, что-то меня просто, так скажем, удивляет, необыкновенность какая-то, не такой голос, как у всех, я же сказала, такого голоса я не слышала в жизни ни разу, а я прожила уже много лет, я работала певицей, я знаю, что такое вокал, и вот так петь, я не слышала, чтобы кто, вот честно говоря, его песни не может перепеть ни один певец, я не беру какие-то песни, у него же не только все прям такие, необыкновенные песни, где он демонстрирует все свои возможности, ну, послушайте хотя бы песню, вот песня старая о студию, раньше я слышала ее, а сейчас он поет «Грешная страсть», послушайте от начала до конца, в другом жанре песня «Олимпика», которую написал Игорь Крутой, он поет ее в трех голосах, и начинают отнизу, и потом уходят в такие верха, и держат так долго голос, там 22 секунды кто-то подсчитывал, при том, что он виртуозно еще это все там исполняет, то есть есть чему удивиться на самом деле, поэтому вот я вам открываю то, что я уже увидела, я, конечно, много уже посмотрела о нем, и реакцию вокальных учителей, преподавателей на его голос, у кого-то глаза выпадают, у кого-то челюсть отвисает, и все, конечно, удивлены, поражены, и все говорят, так петь невозможно, он делает невозможные вещи, дай Бог ему здоровья, чтобы у него голос был, и пускай он дальше еще нас радует, и побольше ему песен, хороших таких, которые за душу берут, и прям уходишь, да, улетаешь в космос. Вот, ну, я завершила, я знаю, что не все до конца смотрят мои видео, я завершила, в общем-то, своим любимым Димашем, ну, кому он не нравится, вы можете мне об этом не сообщать, это ваше дело, если он вам не нравится, а кому нравится, пишите, да, что он вам тоже нравится. Вот, все, девочки, я на все вопросы, насущные, которые были на данный момент, я вроде бы на все ответила, если на какие-то вопросы я не ответила, забыла ответить, если у кого-то по ходу возникли еще какие-то вопросы, пишите комментарии, я буду на них отвечать, либо в комментариях, либо во влогах в следующих. Ну, а на этом я свое видео хочу закончить, мне кажется, я тут уже много наснимала, поэтому я с вами прощаюсь, кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok